Ребята, всем привет! С вами снова SF. У нас в гостях старый наш знакомый Марк Зубов. Он работает на позициях SATA в компании Crossboundary, о которой расскажем чуть попозже. Марка я знаю давно, наверное, лет 3-4 уже точно. У него очень интересный опыт, очень интересный бэкграунд, о котором он сейчас тоже расскажет. И сегодня мы будем с ним разговаривать на тему карьеры в финансах и просто о теме финансов на развивающихся рынках или так называемых Frontier Markets. Марк, привет! Привет! Привет, Саша! Как дела? Отлично! Расскажи тогда, в первую очередь, о себе. Я знаю, у тебя очень интересная история. Ты сам из Питера, как и я, да? Но после этого ты учился в Штатах. И с тех пор у тебя начинается, так сказать, история Индиана Джонса, можно сказать так. Вот немножко об этом, чтобы ребята понимали, в принципе, откуда ты пришел и как ты попал туда, где ты сейчас работаешь. Да, да, окей. Ну да, я сам из Питера. В принципе, жил там до 17 лет. В 17 лет уехал в Штаты, чтобы играть в теннис в зоне Вер. Universal St. Francis, это находится недалеко от Чикаго. То есть это штат Иллиной, да? Иллиной, да. Окей. Там учил финансы. Где-то уже, наверное, мой джуниор, то есть третий год. По ходу третьего года я уже начал проходить интершип в инвестбанке. Какой-то в Чикаго где-то или? В Лос-Анджелесе. А, то есть ты прям полетел на самолете в другой город, в другой штат, чтобы этим заниматься. Окей. Да, и в принципе на тот момент казалось таким самым логичным методом попадания в сферу финансов, начать работать в инвестбанкинге. Получается, после того, как провел лето на этой практике и потом уже закончил универ, меня пригласили начать работать в фулл-тайм. И в принципе после того, как закончил универ, я уже присоединился к компании как аналитик. То есть по сути CFA ты сдал первый уровень тоже на четвертом курсе или уже после? В CFA я уже попозже сдал, если не ошибаюсь. В CFA я уже, я уже, или возможно заканчивал учиться, или уже закончил. А сейчас у тебя, кстати, полный, да, CFA? А, то есть надо было, надо будет указать в афише, что ты Марк Зубов, запитая CFA. Окей, то есть ты попал в Лос-Анджелес, там сколько ты проработал в итоге? Там где-то два года я там пробыл. Ага, соответственно, виза потом закончилась, да, у тебя не захотели... Да, получилась такая ситуация, что компания подавала на мою рабочую визу. Ну, я не знаю, насколько ты знаком с системой H1B, но, в общем, я не прошел через ту лотерею. Ну, я знаю, у меня знакомый Марк Ригорев, Макс Ригорев, точнее, там тоже многие ребята, особенно те, кто давно у нас подписан, на нем знают, у нас проводил занятия, фебинары периодически проводят со мной. Он тоже через это запарывался, но в итоге как-то у него получилось это сделать. Ну, не суть как бы, что было, то было. Соответственно, ты, естественно, расстроился, поехал обратно в Питер, да, там мы с тобой, помню, встретились вживую. Да. Вот, и что было после? Потом судьба завела меня в IFG Capital, это инвестиционная фирма, которая инвестировала в различные, в основном, гражданодобывающие проекты в Центральной Азии и в Восточной Европе. Соответственно, ты поехал в Узбекистан, да? Да, ну и вначале, да, там были проекты в Косово, в Македонии. В Косово? А потом фокус поменялся немножко на Узбекистан, потому что в Узбекистане в тот момент как раз-таки поменялось правительство, страна начала открываться перед всем миром, и поэтому мы решили инвестировать именно в Узбекистан. И таким образом я переехал в Ташкент. Понятно. То есть это какой год, получается, был? Это было, сейчас скажу, это был февраль 2018 года, да. И, соответственно, 2000 в феврале 2018, сейчас у нас февраль 2020. То есть расскажи о своем опыте там, то есть чем ты занимался, насколько отличалась сильно работа, допустим, вот в Узбекистане, это такой frontier market с работой, например, в Америке. Там, понятно дело, что там ты работал в IB, сделками занимался, здесь у тебя был, скорее всего, такой работа на одном месте, да, и вы какие-то проекты делали. Да, то есть отличий много, наверное, не только даже из-за того, что это было в Узбекистане, а сама компания, она сильно отличалась, потому что была довольно молодая компания, и не было такой какой-то определенной стратегии, да, как только мы начинали работать. То есть был такой основной тезис, что Узбекистан растет, и нужно в него инвестировать. Но какого-то конкретного плана действия не было еще тогда. И, то есть, поначалу мы там смотрели, как на проекты в ритейле, проекты в тех-индустрии, но в какой-то момент все-таки решили, что основной у нас такой, так сказать, core competence, да, наш опыт в майнинге у наших партнеров в фонде, то есть у команды. Майнинг имеется в виду, естественно, руда, какие-то металлы, да. Это, чтобы люди понимали, это не майнинг биткоинов. На майнинг биткоинов мы тоже смотрели, но это, ладно, оставим на следующий раз. Да, ладно. То есть вы начали, соответственно, я правильно понимаю, что у вас уже был какой-то проект по золоту добывающему, по добыче золота, или вы приобрели какой-то стейк в компании местной? Вообще у нас уже на тот момент не у нашей компании, может быть, но у наших акционеров уже были активы в майнинге по всему миру, как в Африке, так и в Косово, Македонии. Но как только мы пришли в Узбекистан, то в принципе в Узбекистане, чтобы ты понимал, две компании, там есть НГМК и АГМК, они владеют 90% всей горнобывающей отрасли. То есть все золото, вся медь, уран, все это, всем этим владеют, в принципе, две компании, две государственные компании, которые сейчас постепенно преобразуют в частные компании. Так как, получается, активы всех этих двух компаний на тот момент были недоступны частным инвесторам, мы фокусировались на так называемых майнер металлах, или, можно сказать, редкие металлы, например, Вольфрам. И поэтому гораздо первый проект, которым мы занимались, это был проект по инвестициями в добычу и переработка Вольфрама, а проект был на порядке 30 миллионов долларов. И, в принципе, у нас была как финансовая команда, так и была техническая команда. То есть я был, естественно, со стороны финансовой команды. То есть чем я занимался, то пытался разобраться в рынке Вольфрама, например, во всех тенденциях, как спроса, так и предложения. Логистика, наверное, какая-нибудь тоже, да? То есть бизнес-процессы тоже изучал? Да, естественно. То есть, конечно, мне нужно было более-менее хоть как-то разбираться во всем технологическом процессе, как в геологии, так и в металлургии. Естественно, там не на уровне геологов, но хотя бы, чтобы я мог разговор вести с техническими экспертами. Вот это, кстати, мне в финансах очень всегда нравилось, то, что, несмотря на то, что вы, как финансист, являетесь, ну, там, экспертом в финансах, да, как правило, нужно еще в чем-то другом разбираться. То есть финансисты обычно, именно те, кто работает на private equity или investing banking, они разбираются на каком-то уровне хотя бы во многих отраслях. И вот это очень интересно, и это очень важно, и это заставляет, так сказать, мозги шевелиться, да, не застаиваться на одном и том же месте. Ну, то есть, по сути, ты занимался этим проектом, в итоге вы его завершили? В итоге мы еще, может быть, добежав немножко вперед, проект еще продолжался до того, как я ушел. То есть на тот момент, когда я ушел из компании, проект еще продолжался, еще, то есть только шел процесс получения лицензии. Ну, ты со своей стороны, получается, уже все сделал, да? Ну, в принципе, да. Моя в основном задача была вообще определить, как ты все, как ты все, весь этот проект финансировать, да. То есть как мы можем получить долговое финансирование, как мы можем получить финансирование от трейдеров, как-то все можно вместе структурировать. Трейдеров, ты имеешь в виду тех, кто покупает у вас продукцию? Ну, да. То есть, как обычно работает, например, если ты работаешь золотом, да, то золото – это такой ликвидный металл, который можно продавать там легко через биржу, да. А такие металлы, как Вальфрам, их, они, как правило, продаются через трейдеров, то есть они не торгуются на рынке. И эти трейдеры, они не только покупают, да, у тебя металл, они могут еще и проинвестировать в твои проекты, то есть это может быть как финансирование, так называемое торговое финансирование, финансирование рабочего капитала, так и… Ну, соответственно, они от тебя получают там по какой-то фиксированной цене, да, по какой-то скидке они от тебя получают готовый металл, который потом продают, и, соответственно, за эту прибыль возвращается, эта прибыль возвращается, я получу, по сути, вложенные средства. А это не деменатов, то есть не буду, наверное, до вас это подробностей. Ну, да. Модели, да. Соответственно, ты говоришь, что вот ты ушел, да, из IFG, почему ты ушел и, как бы, куда ты пошел после, да, вот давай про это поговорим. Ну и в конце, то есть, наверное, тоже не забудем момент, что, получается, после того, как я провел где-то год, чуть больше года в Ташкенте, мы начали заниматься другим проектом, и это был как раз таки проект трансформации NGMK, то есть одна из тех двух государственных компаний. И, то есть наш проектный офис, он, задача была его подготовить NGMK, NGMK это... К IPO, да? Да, да, это, получается, пятый крупнейший производитель золота в мире. И задача подготовить их к IPO, да, как ты сказал, к 2022-2023 году. И, то есть там я работал, можно сказать, в рамках команды по корпоративным финансам, которая вот строила финансовую модель предприятия. Наверное, МСФО вы еще занимались, да? Ну, это да, немножко другая команда была, но это было... Все в одной теме, все в одной теме были. Что касается, да, почему я ушел, во-первых, у меня, в принципе, был всегда такой больше интерес работать, получать как можно больше опыта в различных, там, на различных рынках, в различных индустриях. И я, честно говоря, не видел себя прямо в майнинге там долгосрочно, да, то есть я знал, что я продолжаю работать там, я могу, конечно, набрать очень хороший опыт в майнинге, у меня будут хорошие перспективы там работать в будущем, не знаю, на другую, там править так вот и фирму, которая инвестирует в майнинг или работать на одного из трейдеров. Но я как-то хотел заниматься чем-то более разносторонним, да, то есть не хотел как-то так рано пометиться на какую-то одну индустрию, да? Да-да-да, хотел... Ну и, в принципе, да, Узбекистан мне нравится, но прямо-таки жить там до 23-го года, до IPO-компании жить в Новои, а Новои, за чтобы ты понимал, это не Ташкент даже, то есть это город в... Сколько там, тысячи километров где-то? Больше, меньше? Ну, поменьше, да, то есть на машине часов шесть ехать. Но промышленный... Все равно, я считаю, километров, наверное, 300. Точно. Окей, соответственно, ты как-то заранее начал искать себе место, там параллельно вдавал CFA в другие уровни, да? Нет, CFA я уже к тому моменту все сдал, CFA я сдал еще, наверное, до того, как... А еще пока я был в Ташкенте, я сдал третий уровень. Что касается поиска работы, я на самом деле так активно не... не занимался поиском работы, то есть у меня была идея, что если появится какой-то вариант очень интересный прямо, то почему бы нет? Но я не работал на своем резюме, не искал вообще, не подавал никакие аппликейшены в целом. Но в целом, просто один раз случайно увидел позицию в Инктине от компании Crossboundary. И подал резюме. Да, единственный аппликейшен, который я сделал за последние... три года. Слушай, интересно. И, соответственно, вопрос тогда вот... Насколько тебе CFA вообще помог в карьере? Потому что ты его так быстро сдал относительно, да? То есть ты чуть ли не каждый год, насколько я знаю, по уровню сдавал. Зачем? То есть это ценится очень на Frontier Markets или ты решил просто, что вот я сдал там один или два уровня, значит, надо сдать все? То есть с чем это связано? Ну, как сказать, в начале, наверное, первая была мотивация. Первый уровень я просто хотел попробовать, да, посмотреть, подумал, что, в принципе, почему бы нет потратить там год. не так страшно, причем я был в тот момент достаточно свободного времени, и какой-то, не знаю, был интерес получить дополнительные знания, просто что-то там в резюме указать, что я что-то сдал. потом, в принципе, второй уровень я сдавал, если не ошибаюсь, я был уже, где я был? В Лос-Анджелесе? Да, я был в Лос-Анджелесе. И, в принципе, нет, в тот момент у меня проснулся интересно больше работать в паблик-маркетс, то есть делать что-то так. У меня, когда я, хотя я работал тогда в Айби, но я понимал, что я в Айби не собираюсь работать просто всю жизнь на ближайшие максимум там пару-тройку лет, но потом нужно приходить в Байсайт, и в Байсайт, не знаю, может быть, и правит его, а может быть... и работы конч-хач-фонд. И для этого, в принципе, CFA котируется, для asset management, для private class management, CFA котируется, в принципе, по всему миру, как в развитых странах, в Штатах, в Европе, так и в развивающихся. Но какой-то конкретной цели у меня не было, да, то есть я просто видел какую-то пользу и решил, ну, почему бы нет. Ну и как только я сдал второй, в принципе, да, после того, как ты сдал, я думаю, в большинстве сезда будет не останавливаться. Это же большая часть пути пройдена, поэтому почему бы третий не сдать. Что касается, помог ли мне CFA или нет, мне кажется, он помог точно, и, конечно, в России, в Узбекистане, он точно играл немаловажную роль, но вообще, у меня в целом, такое сложилось впечатление, что, да, в всех странах, где нету какой-то там сверх таких крутых бизнес-школ, в них CFA, как-то, он заменяет, получается, да, МБА, такой топовый, что не работает, например, в Штатах, да, в Штатах у тебя много альтернатив, вместо CFA ты можешь получить какой-то МБА топовый, да, ну, или даже в Англии, да, в Европе, в России, в Центральной Азии такой опции практически нету, да. Ну, и плюс стоимость, как бы, там, МБА, это там, да, да, сотни тысяч долларов, или даже, там, европейские, это там, десятки тысяч долларов, да, может быть, а CFA, в принципе, это несколько тысяч баксов, там, даже с учетом, если там один уровень, ты провалишь. Окей. Я бы сказал, что, есть, например, на Западе, да, CFA, он чисто для, вот, asset management, для buy-side, то есть, для всего, что связано с public markets, то в развивающих странах, это, в принципе, подоходит, какие-то для i-banking, или private equity. Ну, такой, как единый стандарт, по сути, для нас в целом. И, наверное, я готов, я могу догадываюсь, что, в целом, если просто смотреть, там, на какие-то job, эти, job-posting по всему миру, да, в сфере финансов, то, наверное, CFA встречается, буковки в описании вакансий, в требованиях встречаются намного чаще, да, в той же России. Ну, это как некий такой эталон качества, я согласен. Окей, слушай, понятно, то есть, давай тогда расскажешь про то, как ты попал в cross boundary, получается, да, ты же с FG попал в cross boundary, чем сейчас занимаешься, я так понимаю, ты сейчас не в Узбекистане уже, да, и вот как у тебя дела идут там, и где ты себя, в принципе, дальше видишь. Да, конечно, значит, в целом, наверное, в двух словах, что такое cross boundary, cross boundary это эмиссионная фирма, которая фокусируется конкретно на frontier markets, да, то есть по-русски пограничные рынки, наверное, будет попонятнее, развивающиеся рынки. Да, пограничные как-то звучит очень. В целом, в чем разница, как вообще классифицируется от emerging markets versus developed versus frontier, да, да, frontier это, как правило, страны, рынки менее развитые, чем emerging, то есть, например, если emerging, то это, например, та же Россия, там, Бразилия, то есть страны, в которых довольно-таки крупные экономики у них, у них есть там довольно-таки приличные, ну, довольно-таки развитые рынки, капитала, есть там, существует, да, такой мир институциональных инвесторов, а frontier markets – это страны, как правило, намного меньше, намного менее развитые, то есть какие могут быть примеры? Примеры могут быть, например, Вьетнам, но Вьетнам, он даже может быть на границе, он frontier, но постепенно, в какой-то момент, я думаю, скоро придет к emerging, или есть страны, как Афганистан, Ирак, тот же Узбекистан, где, считаю, полностью отсутствует такой институциональный рынок капитала, где в среднем, там, ВВП на человека намного меньше, чем в emerging markets, то есть по-разному люди, по-разному трактуют, что такое frontier, что такое emerging, но в целом, да, смотрят на ВВП, на душу населения, на размер рынка и на сколько вообще рынки капитала развиты. Тогда, и в целом, да, что такое crossboundary, это институционная фирма, как я сказал, которая фокусируется на этих развивающихся рынках, есть компания, сама базируется, я бы сказал, у нас нет такого понимания, как штаб-квартира, но у нас, наверное, самый основной офис находится в Кении, в Найроби. Сколько у вас общего офисов там? Если не ошибаюсь, сейчас у нас, наверное, офисов, наверное, 8 или 9, из них 6 в Африке, в том числе в Йохансбурге, в Найроби, в Лагосе, в Бамако, Акре, Дакары и потом есть в Штатах. Ну, то есть вы, по сути, видите основной там тезис, что Африка, наверное, там самый быстрорастущий рынок, по сути, в ближайшие там десятилетия, правильно понимаю? Ну, в принципе, да, но вообще это, на самом деле, Африка, можно сказать, то, с чего все начиналось, потому что наша компания, наша компания довольно молодая, а мы, компания основалась, если не ошибаюсь, в 2009 году, или 2010 году, и вся деятельность началась именно с Африки, больше с Северной Африки, ну, и в том числе, с Афганистана, так же. То есть идея вообще появилась с того, что основная идея, это привести частный капитал в такие сложные рынки. И, то есть это, считай, наша такая основная миссия. И Crossboundary, у нас есть, как и Crossboundary Advisory, частью чего я являюсь, то есть такая институционно-консалтинговая фирма, которая помогает инвесторам, как частным, так и публичным, то есть частные, имея в виду, там, Private Equity фонды, Family офисы, какие-то частные инвесторы, которые хотят инвестировать в такие сложные регионы. Они, может быть, хотят инвестировать в какие-то конкретные проекты, или хотят оценить какие-то конкретные возможности в каких-то странах, в каких-то секторах каких-то стран. Или, может быть, это Private Equity фонд, которому нужна помощь с фандрейзингом, они хотят поднять новый фонд, и они обращаются к нам, чтобы мы нашли инвесторов в их фонд. Слушай, а вот такой вопрос, а как на таких рынках, где отсутствуют, по сути, рынки капиталов, люди делают экзиты? Потом, то есть, например, вы вложили какой-то проект? Хороший вопрос. Естественно, варианта выйти на IPO практически отсутствует. вариант даже продать какому-то финансовому инвестору или стратегическому инвестору тоже практически отсутствует. Ну, я бы сказал, не то, что отсутствует, но это такое редкое влияние, на которое, как правило, ты не рассчитываешь, как инвестор. А самое распространенное это или использование структурированного выхода, через мезонин, может быть. То есть, equity, на самом деле, не так сильно распространено, как мезонин, или как долг. Ну, то есть, такое типа leverage или cap получается? Ну, не совсем. То есть, мезонин это что-то среднее между equity financing и debt financing. То есть, мезонин это как-то что-то среднее. То есть, у него есть какие-то элементы equity, фиксированные доходы и, как правило, пример, это какой-нибудь типа конвертируемый займ, наверное, да? Да, конвертируемый займ часто мы используем в тех странах, где мы работаем, это так называемый revenue sharing debt, это когда компания выплачивает долг как процент от выручки. Ну, и да, конвертируемый debt, или даже тоже соборничный debt, то есть, это более распространено. Если equity, то обычно предполагается какой-то buyout, Есть какой-то put option, и там, спустя сколько-то лет, инвестор имеет право продать свою долю обратно в компанию, или там владельцу другому этой компании. Да, да. А как вообще интересно, то есть, в основном у вас получаются такие проекты, дивиденды, в основном истории, да, у которых есть положительный cash flow, просто для того, чтобы потом можно было там деньги полученные, и с какой-то время вернуть. Правильно понимаю? То есть, в реале какие-то IT-вещи вкладываетесь? В большинстве случаев, да. Ну, не всегда, конечно, бывают и проекты, не знаю, мы работаем и со стартапами. Ну, с такими стартапами, которые, не знаю, есть какой-нибудь fintech-стартап в Африке, у которого есть там, реальный потенциал масштабироваться, и там, выйти там из Кении на всю Африку, и через, там, не знаю, пару-трой лет продаться какому-то большому fintech-игроку за величную сумму. Окей. То есть, ты сейчас, правильно понимаю, в Африке живешь, да, где-то, или в таком городе? Не, я живу в Дубае. То есть, как я сказал, что у нас шесть офисов в Африке, также у нас есть два офиса в Штатах, один офис в Лондоне и один офис в Дубае. Я работаю в дубайском офисе, дубайский офис, он прежде всего фокусируется на странах Мена, Мина, то есть, это Middle East, North Africa, то есть, такие страны, как Ливан, Иордания, Египет, Марокко, Ирак, Афганистан и Центральная Азия, то есть, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, и помимо этого, мы также занимаемся бизнес-девелопментом в других странах, в той же Восточной Европе, например, в Молдове, в Косово и в Юго-Восточной Азии. Слушай, понятно, а вот скажи, пожалуйста, тебе нужно было какие-то языки дополнительные учить? Вот ты считаешь, что тебе сейчас надо что-то помимо английского знать? Ну, мне нет, то есть, одна из причин, в принципе, одна из причин, почему я тут, то есть, у нас, в принципе, компания такая довольно-таки, так сказать, гибкая, процессы поставлены довольно гибко, да, но в основном я много времени провожу именно в Центральной Азии, да, то есть, в Киргизии, в Азербайзистане, и так я единственный русскоговорящий человек в компании, естественно, русский мне сильно довольно помогает в этом плане, и в той же, да, в Киргизии я, естественно, довольно часто пользуюсь русским. Я всегда, вообще-то, думал, что СМГ, они начинают сейчас, типа, от русского уходить, и все, в основном, на английском говорят, но ты говоришь, что тебе русский до сих пор там очень сильно... Ну, нет, в Центральной Азии, конечно, какой-то английский. Не, ну, если, да, если бы я хотел работать, там, заниматься больше проектами в арабских странах, то, конечно, арабский язык пригодился бы. И, кстати, мы сейчас ищем людей в команду, которые говорят на арабском, так что, если среди слушателей есть люди, которые владеют арабским, то, пожалуйста, обращайтесь. это, знаешь, одна из немногих, один из немногих моментов в жизни, когда какой-нибудь там арабский или еще какой-нибудь язык такой пригодится, типа, знаешь, когда вот люди идут изучать языки, какой-нибудь Ирак там, или что-нибудь подобное, и потом падает, или там, международное отношение, и вдруг падает возможность этот язык применить. Так что, да, ребята, если слушать будут какие-то, кто-то из вас это все знает, или, может быть, ваши друзья говорят на каких языках, то там, пишите нам в ВК, в сообщение, мы там, Марко, вас отправим. Окей, то есть, в принципе, ты сейчас находишься, получается, на Ближнем Востоке, вот так, да, или как это, Дубай, он же, в этом, в Арабиан пенинсула, да, если не ошибаюсь. А то и географию, в принципе, неплохо знаю, но вот, в Италии, вот эти, как-то не очень. У меня всегда с Ближним Востоком проблемы были. Ну да, где-то 50% времени провожу в офисе, здесь даже меньше, наверное, где-то 40% времени в офисе, остальное время то в Центральной Азии, то в других странах Ближнего Востока. То есть, ты, по сути, много летаешь, получается, да? Ну да, где-то 60% времени, я бы сказал. То есть, наверное, каждую неделю у тебя какие-то перелеты? Ну, в принципе, практически, да. Слушай, у меня вот такой к тебе вопрос. Как вот, ну, таких людей, как ты, да, которые там готовы, например, реально там, то есть, не просто, знаешь, переехать в другую страну, а вот готовы так по миру передвигаться, их, мне кажется, довольно мало. вот как, с чем связано то, что ты, считай, там, жил в России, потом жил в Америке, потом жил в Узбекистане, сейчас живешь в Дубае, скорее всего, дальше по жизни еще будешь в таких местах ходиться. Как вот, тебе никогда не было страшно, тебе никогда не было, там, некомфортно, или, типа, вот, там, опять жизнь меняется, там, какие-то друзья, там, были там-то, потом-то уехал, пришлось новую знакомство заводить. Как ты вот на это все реагируешь? Да, не, честно, я как-то, для меня это как-то было, никогда не было таким сложным решением, когда переехал, для меня даже больше было некомфортно находиться в одном месте больше года. Не, ну, понятное дело, что ты находишься где-то в Новоиту. Да, не, даже, не знаю, у меня всегда был интерес к чему-то, к чему-то новому, да, и, например, ну, уже с того момента, как я начал работать в Узбекистане, мне именно, идея работать, фокусироваться на Emerging Markets, Frontier Markets, она как-то сильно впала в мою голову, то есть, я понял, что мне, основной мой интерес, это именно продолжать работать в этом направлении, да, то есть, если раньше я еще не понимал, да, то есть, я до сих пор, может быть, еще пока не понимаю, зачем я буду заниматься через там, три года, через пять лет, но я планирую точно оставаться вот в этом, работать в этом направлении, да, Emerging Markets, будет ли это Private Equity, или Public Equity, Venture Capital, то есть, то есть, то есть, вопрос времени, интересно, слушай, ну, я думаю, ты представляешь собой краски вот нового поколения такой людей, которые, как бы, хотят посмотреть мир, хотят заработать какой-то капитал, тоже, да, и при этом, вот, граница в целом, они вот так размыты, возможность путешествовать за счет работы постоянно, даже если ты есть какие-то места по типу Афганистана, Ирак, Киргизия, все равно, все равно для меня всегда было очень интересно. Окей, ну, тогда давай мы на этом сейчас будем заканчивать, мне кажется, довольно-таки интересная получилась история про тебя и про твою работу, есть ли какие-то, может быть, советы, что ты можешь дать ребятам, которые вот хотят попробовать себя во Frontier Markets и вот какую-то мотивацию, может быть, им дашь, даю тебе, так сказать, слово завершающее. Да, ну, если вы хотите работать в Frontier Markets, на первое, я скажу, что на самом деле возможности, да, найти такую работу, где я работаю, их не так много. Компании, в принципе, наверное, одна из единственных, кто занимается подобной деятельностью. И в целом, даже если вы хотите работать в Private Equity, фокусироваться и фокусироваться на Emerging Markets, компаний таких очень-очень немного. Поэтому нужно, наверное, четко понимать, во-первых, зачем вы туда хотите попасть, первое. И если вы хотите, то есть возможности в целом, да, найти работу в Дубае, которые будут фокусироваться не на Emerging Markets, их намного больше. То есть даже тот же GCC-рынок, Садовская Аравия, Дубаи, возможности намного больше. Почему Frontier Markets это нужно как-то для себя решить? Ну, если вы решили, ну, что посоветую? Ну, конечно, язык полезно иметь и знать. То есть, я думаю, если вы не знаете языка, то... Язык какой, имеешь в виду, английский или что? Не, но язык английский, это как уже по умолчанию. Но если вы хотите работать в Дубае, в принципе, да, плюс, что помимо там английского, арабский тут не нужен. Но если вы хотите работать, не знаю, в том же Ливане, если хотите инвестировать в Ливан, то, конечно, вам нужно говорить по-арабски или по-французски. Помимо языка, ну, для компании важно просто понимать, почему, да, то есть, ваше резюме или там, ваше coverlet, я не знаю, что у вас компания будет спрашивать, но оно должно какую-то историю такую показывать, почему вообще вы хотите работать в Frontier Markets и почему вы приходите в эту компанию на долгий срок, да, не просто попробовать до галочки. То есть, что может быть, да, что может вам помочь? Ну, вот даже опыт, не знаю, какой-нибудь опыт стажировки, даже если неоплачиваемый, да, в какой-то такой интересной, в какой-то такой интересной стране, опыт, какой-нибудь волонтерский опыт. если вы просто ездите там по миру постоянно, если вы любите backpacking по Южной Америке, то, если вы можете рассказать, интервьюирует, или можете указать в интересных, да, в своей взиме, то это тоже какую-то роль играет. Что еще? Ну, вообще нужно, наверное, понимать, да, то есть, понимать, что происходит, если вы хотите фокусироваться на каком-то определенном рынке, вы должны хотя бы более-менее в нем разбираться, понимать, какие там основные сейчас тенденции, макро-тенденции, кто играет с инвесторами на этом рынке, с какими трудностями они сталкиваются. Что еще могу сказать? Ну, в целом, наверное, самое главное, это, наверное, не бояться, да? Да. Часто, ребята, многие люди, они, скажем так, ну, как-то узко мыслят очень, типа, хотят там только в своем каком-то своей каши ларится, вот там, где они выросли, да, или там, где они сейчас обучились, хотя, как бы, мир большой, и по факту, я бы сказал, что есть смысл пробовать себя в разных местах, как бы, где есть возможности. Ну, еще бы, еще одно тоже сказал бы, что, например, что найти работу, да, в другой стране, не находясь там, это очень сложно, это практически невозможно. Мне так получилось, но во многом, благодаря моему предыдущему опыту, да, потому что у меня был такой очень релевантный бэкграунд, там он входил почти все галочки, да, но в целом, не находясь в стране, это очень, очень сложно. Поэтому, если бы, я не знаю, хотел найти работу в Дубае или найти работу в Сингапуре или где угодно, я бы просто поехал туда на неделю, да, там, организовал максимальное количество встреч, там, не знаю, инвестировал, там, не знаю, в LinkedIn Premium, я не знаю, не помню, сколько это стоит, там. Ну, копейки, на самом деле, он стоит по сравнению с людьми. и просто, да, приехал на неделю, там, каждый день, каждый день организовывал, не знаю, по 5-6 встреч, и я думаю, это просто it's a numbers game, то есть, ну, да, продаж, это как воронка, продажка. Хоть кто-то один будет полезным, и это может быть даже, не то, что вам дадут работу, но хотя бы представят, представят вас тому, кто, кто может вам помочь в этой работе. да, я согласен, то есть, в принципе, ребят, если вы собираетесь, соответственно, если вы собираетесь, соответственно, этим заниматься, да, то лучше всего, на самом деле, приехать прямо на место, даже в своем резюме сразу указать, может даже не приезжать на место, вы можете в своем резюме указать какой-то номер, местный номер телефона, купить какую-то местную симку, указать, что выходитесь в этом городе, вот, и, соответственно, там, рассылать свое резюме, там, cover letter, да, и если вас там пригласят, то уже можно, там, купить билеты свои, прилететь, по-моему, делая, если вы где-то, в Бразилии будете искать, это дорого, лететь туда, но если это какая-то, там, европейская страна, да, или, там, Лижний Восток где-нибудь, я думаю, что там не так уж и дорого, и, там, уже лететь туда можно конкретно под конкретные собеседования. Окей, ну, что я могу сказать, ребят, всем спасибо, кто нас дослушал до этого момента, история, на мой взгляд, максимально интересная, советы, которые мы дали, они тоже, я считаю, полезные, может быть, вы, конечно, где-то их уже слышали, но, как говорится, повторение мать учения, во-первых, во-вторых, в общем, в целом, нужно не просто слушать, да, нужно делать, поэтому, Марк, тебе спасибо огромное за твое время, вот, рассказал о своем опыте, рассказал о возможностях на Frontier Markets, и также про возможности карьерной в этом плане, вот, тебе спасибо, хорошего вечера, ребята, те, кто слушали, тоже, вот, будем тогда на связи, ребят, пишите вопросы, и, соответственно, я думаю, контакты Марка дадим, если он не против, сможете ему там напрямую написать, задать какие-то свои вопросы релевантные. Да, без проблем. окей, тогда всем спасибо за внимание, всем хорошее время суток, всем пока, давайте, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok